дорогие друзья совсем еще маленькое видео в продолжение того что было о наследии предков об ананербе и о том что все со временем возвратится на круги свои я по крайней мере поняла зачем я родилась в россии почему именно так все происходит почему я всех этих людей знала почему у меня открыты все эти прошлые жизни порой периодически открываются не всегда вот по крайней мере теперь понятно что когда открылась что с иван в индии которого они почитают и тут я у одного индуса тоже спросила и сказала слушайте имя шивы шиван он говорит да ну все это великий да great великий а а иван иван это то имя это имя шивы я была конечно очень просто простого человека доктора спросила здесь который приехал к нам в гости вот там они гуляют ходят вы видите наверное индийский океан и теперь мне понятно какая идет вечная борьба между добром и злом потому что есть действительно бог шива шива шиван великий великий ван который владеет всем наследием предков обладает вот невероятными способностями его нет физическом плане такого вот в человеческом вы должны понимать что это нечто другое что это такое ну божественное которое на земле может появиться и даже на минутку может войти в какое-то физическое тело но это что-то большее вот и эта борьба она продолжается до сегодня и поэтому вот почему я подумала почему когда я увидела вот это на нерву и что там они сотворяют некий новый такую новую будущее какими-то магическими делами знаниями вот этими до которые дал им какой-то тибетский продавшийся монах рассказал это все они это сделали произошло смещение бог все равно сместил время и произошло они попали они думали что они сразу окажутся на территории всего мира завоюет весь мир в россии окажутся прошло столько лет и вот смещение произошло во времени когда они уже потеряли очень много своей силы они не смогли они думали что они воплотятся вот так целиком со всеми танками самолетами мне даже один человек у которого я спросила что ты делал германии 39 он не открыл все и он сказал что он хотел просто на красной площади быть она торжествовать сейчас он книги пишет и в общем он совершенно они оказались все тоже разбитыми разразненными атомизированными ну кроме может быть ставки самой в которой находился гитлер бункера кто там был гиммлер геббельс там и так далее все разразненные и поэтому каждый из них пытался сделать и часть которую они когда-то в германии в ананербе пытались сделать высшую расу да вроде бы цель хорошая создать некую высшую расу остальных людей поставить подчинение сделать рабами ой сколько таких было мечтаний и все они канули в лету то есть ну каждому дают попробовать на попробуй что у тебя получится потому что сейчас вот я думаю что вот все эти те которые были фашистской германии во времена войны они все воплотились в россии потому что вы увидите под этим и там и я сделаю ролики первый раз когда меня рванула память я приехала в смоленск и вы увидите видео и фото репортаж внимательно посмотрите прочитайте вы все поймете просто даже глядя на фоторепортаж потому что я его сделала в черно-белых тонах итак друзья мои давайте начинать думать разбираться как устроена жизнь не только вот в одной этой жизни потому что она же не одна а как устроена жизнь в целом то есть она же бесконечно продолжается как она продолжается из жизни в жизнь как превоплощаются но я вам хочу сказать что те которые жили были в ананербе жили фашистской германии завоевывали мир они сейчас лишаются этой энергии я уже говорила предков и она возвращается обратно предкам спасибо большое еще раз с вами была мария карпинская